Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, приветствую вас в эфире. Да, приветствую. Действительно, официально подтвердил уже даже президент Владимир Зеленский о том, что F-16 прибыли в Украину. И опять же, мы понимаем, что разные задачи могут выполняться на этих истребителях. И вопрос такой у меня. Правильно ли я понимаю, что если посмотреть на то, насколько сложная ситуация на Восточном фронте, на Донбассе, что вот задание номер один – это отогнать Кабы? Правильно ли я? Да, но мы же не знаем, какая задумка есть у воздушных сил Украины. Может, сколько угодно нарисовать себе задание номер один – отогнать Кабы, или борьба с ракетами, крылатыми, например, борьба с шахедами и так далее. Ну, а задача совершенно друйная будет. Зачем гадать? Тем более, мы видели, что показали, что инфокрасные радиолокационные ракеты, ММ-120, СМ-Виддеры, системы РЭБ современные, хорошие, ПИДС+, которые там стоят. Мы же понимаем, что нам показали то, что можно было показать. Вы реально думаете, что ваши до всех ракурсов снимали в HD-качестве аппарат? Это случайно там что-то подвесили? Говорят, что там эти ракеты АИМ-120 с более старой версии. Ну, а кто сказал, что, ну, может, просто новую не захотели показать? Ну, и не знаю, как бы. Вот, они же прекрасно понимали, что русские будут с эти, как бы, тоже скриншотики и все эти видео, да, как бы там глазеть, смотреть и так далее. Так что мы будем строить сейчас наше предположение о том, какие у них задачи будут от презентации Зеленского, вот этого, ну, по открытым данным. Ну, по открытым данным, еще до того, как F-16 прибыли в Украину, задачи, которые нужны, да, вот, их нарезали и говорили, как бы, все там, как бы, от просто обозревателей до уважаемых людей. Кстати, татаригами, да, вот украинский офицер запаса, который ведет там свой канал, вот он, у него был трэд, еще когда-то было, господи. Полгода назад, даже больше, мне кажется, когда он как раз говорил про то, что нужно отгонять Кабы. Вот, ну, то есть Кабы это большая проблема, и нужны F-16, как бы, как раз радиолокационными ракетами дальнего действия, АИМ-120, Амарамаки, вот, как раз для того, чтобы отгонять носители бомб, вот, российские. Ну, то есть, уже все сказано было, зачем гадать, вот, как их будут использовать, я расскажу по-другому. Я надеюсь, что их будут использовать интенсивно. Самая большая ошибка будет их пытаться беречь. Ну, чтобы не было картинки у русских, чтобы русские потом не форсили картинку уничтоженной F-16 или там горящей F-16 и так далее. Для них имиджа сейчас очень важна. Знаете, когда была война с одного дня, Израиль потерял тогда половину своей авиации, в конечном итоге победил. Но представьте себе, что начал бы беречь авиацию, ну, потому что, ну, понимал, что, как бы, ну, все, другой авиации не будет, будем беречь самолеты и так далее. Вот, ну, то есть, любое оружие, оно, как бы, сбивается, сгорает, застревает, ломается, уничтожается врагом и так далее, и так далее, и так далее. И чем интенсивнее ты его используешь, тем больше, как бы, шансов, что ты можешь это оружие потерять. Ну, виды вооружения всевозможные и так далее. Вот, поэтому вот это самое, то, что сейчас, ну, важно. Не какие-то миссии, я думаю, компетентные люди, они понимают, какие миссии сейчас должны быть перед этими самолетами. Вот, а самое главное, чтобы не было установки самых верхов, да, где-то беречь, да, плюс еще на уровне самих вот, там, командующих, да, эскадрильями, командующими, там, допустим, воздушными силами, вот, бояться потерять машины, да. И, да, и, там, вместо десяти какими-нибудь вылетов в энном отрезке времени, да, сделать три вылета. Ты, как бы, их сделал, и галочку поставили, и дальше что-то взорвали, и ракеты полетели, что-то там сожгли где-то в Луганске. Кстати, в Луганске вчера бухало, взорвалось. Вот, привязывают это к Ф-16, вот, это и был первый их вылет. Вот, и дальше в Крыму что-то взорвалось, и дальше, вы знаете, какой-нибудь там очень крутость, что, не знаю, там, корабль утопили очередной боевой, да, не знаю, там, уничтожение Крымского моста не участвовали. Ну, их использовали не десять в энном районе, да, а три раза использовали, да, самолеты-вылеты. Ну, и, в конечном итоге, глобально-стратегически, конечно же, это будет иметь последствия. Вот, нужно, чтобы этого ни в коем случае не было, их нужно использовать, это оружие, которое дают специально для войны, они создавались для войны. Ну, 16 не чудо-оружие, это не сверхсамолет, их построили тысячи, тысячи. Это подразумевает о том, что это, как бы, рабочая лошадка. Это не уникальный самолет, который, так, построили десять штук, они такие хрустальные, вот вы где-то, вот, их строил Запад тысячами, и они сотнями стоят на вооруженных силах и воздушных силах разных государств, как раз именно поэтому, потому что это рабочая лошадка. То есть, они должны постоянно работать, постоянно действовать. Это очень хорошая рабочая лошадка. Она на голову выше сушек и мигов, которые были у Украины, на две головы даже выше. Но это все равно рабочая лошадка, вот, это не, как русские, там, аналогов нет, да, там, 10 самолетов, которые вокруг них, они там танцы с бубном устраивают и так далее. Нет, должны работать и много работать. Ну, я знаете, почему Акабах сказал, ну, просто это кажется самой логичной, да, сейчас целью, учитывая то, что мы, к сожалению, постоянно видим продвижение врага на востоке, да. К сожалению, каждый день появляется новость о продвижении в том населенном пункте, в другом, оккупировано это. Мы тоже понимаем, опять же, военные сами об этом говорят даже в наших эфирах, о том, что, слушайте, да, это сносится все КАБами, там уже ничего, когда нет, да, они туда заходят. Ну, КАБы и артиллерия, ну, вот такое. А вы знаете, когда КАБами сносятся, вот, вы говорите, они заходят. А почему они заходят? Потому что они реализовывают свое преимущество в количестве. Вы можете отогнать КАБы, но у них же количественно, как бы, они же не уменьшатся. Вот. Они будут терять там на 100 самокатчиков больше, но продолжают двигаться вперед. Ну, то есть они реализуют свое преимущество. Знаете, у меня есть хороший товарищ с дроноводов 47-й бригады, который как раз там вот сейчас дерется. Ну, все видят все эти там видео, и их дронов, и Брэдли, там, и так далее. Вот. И он, ну, постоянно, вот, все эти вот продвижения, которые фигурируют там в гип-стейте, да, на карте. Очеретинский выступ. Вот. Ну, он мне сообщал, сообщает еще до того, как это на карте рисуется. Вот. И как-то мы с ним говорили, и вот я ему говорю, ну, если вот максимально суммировать, ну, вот, дальше некуда. Почему нехудо продвигаться? Вот. Вот. Это цитата мне говорит. Их много, нас мало. И это как раз тот участок, где, я думаю, ну, украинский генштаб туда, наверное, закидывает, как бы, все-таки, ну, подкрепления, силы какие-то используют, да. Ну, то есть, наверное, внимание какое-то к этому участку есть. Я не думаю, что, ну, Сырск и другие, ну, им абсолютно плевать, что происходит вот на этом очеретинском выступе, где русские куда сейчас, как, к Покровску идут? Продвигаются. Да-да, Покровск это, ну, главное, это и сейчас. Ну, и в конечном итоге, в сухом остатке, если смотреть все, что говорят украинские, ну, ломы, спикеры, военные, они, часто, очень много всяких вещей называют, и говорят, и там, борьба рэбы, антирэби, русские дроны, там, масштабирование, ну, кричать. Ну, всегда, в сухом остатке, всегда, вот это есть, их много, нас мало. И Ф-16 никак не ювелирует, как бы, ну, сколько, одна эскадрилья, 10 самолетов. Даже три эскадрильи, 30 самолетов, не знаю, там, не ювелирует это. То есть, это оружие конкретно для, под конкретные задания, под конкретным участком, для решения конкретных задач. Но масса — это масса. Масса перебивается другой массой или асимметрией. Ну, всегда, традиционно так было. А как масса перебивается другой массой, когда у вас меньше людей? Концентрация усилий. Израиль всегда одерживал свои победы в больших войнах в прошлом, когда были как раз масса у арабов, тем, что он концентрировал на дних участках. Вы знаете, я в свое время был в большом шоке, в фейцерской школе, когда, ну, мы выросли в обычной школе, там, еще, с детского сада, учат, что нас мало, их много. Ну, то есть, и ты думаешь, ну, какое-то чудо, каким-то чудом воюют, ну, мы воевали, да, там, израильтяне, да, евреи, как-то там побеждали пять солдат против пятидесяти египетских, там, не знаю, десять солдат против ста сирийских, там, и так далее. И ты с этой мыслью, как бы, когда молодой, ты еще, как бы, вот мальчик, живешь. Потом, когда я пошел в армию, ну, там тоже рассказывали, это вот силы еврейского оружия, вот мы их там победили, и так далее, и так далее. А потом я пал в офицерскую школу. И в офицерской школе, я помню, один из уроков, нам стоит этот лектор, и такую вещь, которая прямо у меня ошарашила, он такой говорит, почти во всех битвах, сражениях больших, помимо некоторых исключений, были исключения, ну, почти во всех сражениях ключевых, количественное преимущество было на стороне Израиля, а не арабов. То есть евреев было больше. Хотя ты открываешь карту, смотришь, из населения Израиля на то время три миллиона, допустим, у арабов там 10, 15, 20, 30 миллионов. Вот, и у нас шок был такой, ну, нам было там, сколько, 19 лет, вот, молодые совсем. У нас был шок, как это, ну, как, ну, людей же нет совсем. И дальше мы изучали, проходили о концентрации усилий. То есть концентрировались усилия на конкретной китайской ферме, там битва была, на конкретно где форсирование канала, конкретно окружение 3-й египетской армии, конкретно там вот наступление на Дамаск, там вот, когда было, конкретно там какой-нибудь марш к этому, к Бейруту во время войны, этого, Первой Ливанской, ну, и так далее, и так далее. То есть получилось действительно во всех конкретных битвах для египетского или сирийского солдата он был в меньшинстве, а израильтян было больше солдат. Конечно же, остальные участки оголялись. Поэтому происходило это все очень молниеносно. Ты быстро концентрируешь, даешь тумаков, дальше перебрасываешь силы на другие эти. Это не изобретение велосипеда, это блицкриг, это как бы это немцы еще придумали, да. И если мы уходим, ну, в современном виде придумали, если мы идем исторически, то и Наполеон, и еще во времен Цезаря, и Александр Македонский концентрация усилив. То есть это еще со времен античности. То есть это испокон веков, вот это правило, оно незыблемо. И сегодня есть консенсус, кстати, в военной среде, я наблюдаю за публикациями, что, несмотря на эту проблему, которую озвучил генерал Залужный, это действительно проблема, она действительно настоящая, сегодня сложно концентрировать, потому что все видят враги и так далее. Но альтернативы этому нет. Даже когда будет война дальше, и война в космосе, все равно это концентрация усилий. Этому альтернативы не существуют. И не будут существовать. Война искусства будет вертеться всегда, вертелась всегда, и продолжит вертеться вокруг концентрации усилий. То есть нужно говорить не о том, что нам не получилось сконцентрировать, потому что враг все видит, а нужно думать, а как нам сконцентрировать с учетом новых технологий и так далее, и так далее. Я тому, что говорю, что сейчас регулирует в западной военной среде, израильской военной среде, топовой и так далее, какие вопросы. То есть никто не говорит, что все, нельзя сконцентрировать, поэтому все, мы не будем концентрировать, нужно на какие-то новые. Нет, концентрировать нужно. Но нужно найти способы, как это сделать, вот в реалиях, которые российско-украинская война показывает. Вот, и русские, используя свое преимущество, очень многие в разных качествах, в том числе в количественном, концентрировали свои усилия и продвигаются. И знаете, одно из их качеств, это не только авиации и КАБы. Ну да, КАБ-16 могут, например, начать бороться с воздушными угрозами, а одно из их качеств, это качество именно, безжалостность, они людей посылают на убой, эти люди идут и согласны на это. Видели там видео, где они там в трубах каких-то сидят, спят? Или есть видео, кстати, тоже публиковали, где российский штурмовик в полный рост идет и говорит, первый штурману, первый отдохну, по нему прилетает украинский дрон, он падает весь в крови, под елочкой, под деревом садится умирать, говорит, у меня глаз вытек, прям озвучивает на камеру. И главное, все по рации докладывает командиру, то есть рассказывает, мины работают, птички летают, это не наша птичка и так далее, и так далее. С точки зрения обывателя, это жесть, ну я сейчас фильтрую базар, мне более могу жестко сказать, это полная жесть. То есть с точки зрения утилитарного военного, для командира это идеальный боец, он в полный рост, он идет, он готов умирать, он не жалуется, он не пытается никуда сбежать, он адекватно продолжает сообщать информацию по рации, что происходит, да, вот это все. Да, он умирает, ну так пошлем еще 10, потом еще 100, потом еще 1000 и так далее, и они это делают, и продолжают это делать. Да, много говорят, что вот в России там у них повышат выплаты, потому что у них меньше добровольцев идет, меньше получается мобилизовывать, там на контракт доставляют срочников подписывать. Да, это все так. Ну то есть есть целые исследования, это все ведут и так далее. Но по факту их больше, и они реализуют свое превосходство в количестве. То есть мы говорим вещи по факту, о решении, ну задачах, где они решат свои задачи. И вот эта вот безжалостность и согласие, с одной стороны безжалостность со стороны офицеров, и общество, потому что российское общество, оно безжалостно тоже, им плевать на этих людей, а с другой стороны согласие этих людей. Сейчас абсолютно не важно, кто они там, из бедноты, бурятской бедноты, какие-то там обманутые гастарбайтеры, какие-то срочники мальчики, которых там заставили подписать контракт, эти наши мальчики, так называть. Вообще не имеет значения. Если они коллективно, глобально согласны, они решают свою задачу, просто берут и захватывают, идут вперед и захватывают. Кстати, чередина захвачена, они превратили его в хаб, фактически логистически для себя, и опираясь на него, отталкиваясь от него, двигаются вперед. Как нивелировать это качество? Ну, я не знаю. Как нивелировать качество того, что они безжалостные, и они с этим согласны, они в норму. Я не знаю как. Тут как бы вопрос, наверное, не знак российской оппозиции, как бы же российская оппозиция как-то с этим работала. Ну, единственный, кто действительно прямо так кричит, бьет кулаками, как бы вот, призывает здесь это сумасшествие остановить, ну, там, Майкл Наки какой-нибудь, ну, из очень таких топовых, да. У остальных все это так очень аморфно, да. Ну, война это плохо, Путин плохой, то-то-то. В целом всем пофиг, как бы. Ну, кто действительно там подсвечивает и говорит, что это как бы жест и дичь, не идите умирать, ну, там, Майкл Наки и все. Ну, такой вот один из, ну, такая огромная империя, да, 140 миллионов. Вот сейчас, кстати, Ютуб они там прикрывают, он же по Ютубу вещает. Ну, как бы прикроет Ютуб, как бы, ну, кто будет его слушать? Кто, эти же, как его, хорошие русские, которые за границу сбежали, там, его, ну, его слушают и так далее. Ну, типа, украинцы, которые тоже его слушают, много украинцев его слушают. Так это же не для них он рассказывает, как бы. Вот как нивелировать вот этот момент, вот, это, да, хороший вопрос. Вот, почему у них есть эта воля умирать? Опять же, как угодно можно ее, там, объяснять, да, там, запугали, не запугали. Глобально есть воля умирать, вот. Ну, и согласие, опять же, это очень тоже важно. Это самое главное, я на этом и закончу, это самое главное, кстати, качество на войне, потому что война, это всегда цифры, это экономика, это всегда, конечно же, вот, вы, вот, оружие, да, всевозможные системы, мобилизационные возможности, это все важные, означающие, во всех войнах были. Но главное, фундаментальное, это воля людей воевать. Хотят они воевать или нет? Как объяснять, вообще не имеет значения. Там, запугали, не запугали, беднота, замордованы за большие деньги, великий патриотизм, фанатики, религиозные, такие-то такие, левые фанатики, правые фанатики, вообще не имеет значения. Это вообще все не имеет значения, ну, с точки зрения утиритарного военного. Военный должен пойти вперед и умереть, ну, убить и умереть, как бы, ну, выполнить миссию. Вот. Что у тебя в голове, какая у тебя там надстройка, вот, психологическая, и как, почему ты это сделал, как бы, там, выплатить деньги или что-то так далее, это все не имеет значения, никакого абсолютно. Пока государство, нация, военная машина, ну, и государство, как организм, может обеспечивать такое вот состояние, да, агрегатное состояние вот этой среды, когда есть воля и желание воевать, ну, вот, армия воюет, она может, она решает свои задачи и так далее. Ну, у нас действительно вызвало возмущение в Украине, конечно, пресс-конференция этих политических диссидентов, оппозиционеров, которых обменяли, значит, на киллеров и шпионов. Ну, с другой стороны, знаете, я подумал о том, что если они собираются продолжить свою политическую деятельность, они в это верят, да. Ну, было бы странно, если бы они говорили, слушайте, нужно тут всех, значит, россиян отправить, значит, в эти самые, в Сибирь, всех судить. Ну, короче, их логика понятна. Более того, к сожалению, мы же знаем о том, что, ну, давайте честно, никакой коллективной ответственности ни нацистская Германия, ни, там, не знаю, Япония, да, ну, то есть агрессоры не понесли. То есть никого там массово не сажали, не судили, ну, то есть верхушку, да, а потом, ну, вот, десятилетиями это продолжалось, и там были даже такие интересные движения. Знаете, возвращаясь к авиации, я вот у вас видел, ну, такую запись, пост, да, вы писали о том, что, ну, вот, будут изучать еще долго судьбоносные решения, которые были приняты, например, там, залуженным, ну, имеется в виду насчет авиации, да, когда он решил передислоцировать авиацию с аэродромов, где, ну, вот, русские знали, что она находится, до того, как вообще удается противостоять, ну, вот, той армаде, которая есть у России. Опять же, а понимаете ли вы, имея действительно сотни самолетов еще с советских времен, а почему они не могут, почему у них не получается доминировать в воздухе? Есть, смотрите, можно сказать, что они доминируют в воздухе, то есть есть воздушное превосходство, вот, глобально, воздушное господство, когда вы завоевали, они не завоевали воздушного господства, это так. И, кстати, сейчас опять же, снова к западной аналитической среде военные говорят, а реально ли сегодня вообще завоевать воздушное господство, ну, полное? Вероятно, в силу развития противовоздушных систем и так далее, вы не можете себя обеспечить, ну, вот, именно абсолютного, тотального воздушного господства. То есть, вопрос, может быть, там превосходство в тех или иных-то. У них есть превосходство в тех или иных системах над вами. Работает и ваша, и их авиация. Ну, у них есть превосходство в количестве, в первую очередь. Вот. Ну, то есть, все эти, и в качестве. Ну, например, крылатые ракеты и так далее. Ну, то есть, у вас, как бы, сами крылатые ракеты, они качественные, они, там, Шторм Шедов и так далее, но они ограничены очень. Они ограничены в плане, кстати, их применения, то есть, там, многим оружием нельзя бить по территории России. И они ограничены, в том числе, количественно. У них попроще оружие, вот, но его больше. И они ничем себя не сдерживают абсолютно. Бьют куда хотят и как хотят и так далее. Вот. Включая, там, по-граждански, например, бить открыто, абсолютно. Вот. А потом устраивать всякие эти вот издевательские эти собрания в совбезе ООН, да, с этими вот, с, ну, все всем помнят. Все с обедом, который они, там, организовали, там, и так далее. Вот. Это тоже, кстати, относится к вопросу качеств, да. То есть, это качество, которое они реализовывают, да. А они какие-то вещи делают, потому что могут. Они могут, например, убить ваших детей, а потом устроить где-то, вот, какой-нибудь, там, вот, свой симпозиум, вот, кушанье, обед и болтологию пустую. Никто не может привлечь их к ответственности, потому что, ну, такая, они, как бы, ну, совбезы. То есть, ну, они, как бы, частые, это большого собрания наций, народов. Вот. Не просто частые, а главенствующая часть. Вот. И потом, как бы, это можно сказать, ну, давайте их привлечем к ответственности, и так далее. Сейчас уже разговор идет о саммите мира, о том, что нужно, переговоры, там, и так далее, да. И ваши же официальные лица говорят, ну, надо говорить с Россией. Здесь ничего нового нет. С Россией говорили еще в самом начале, по-моему, что на сражение, ну, были встречи, да. Вот. Ну, просто тут, да, как бы, нужно, как бы, как-то все-таки линию какую-то провернуть. То есть, или это какие-то, там, вот, отморозки, которых нужно с ними, как бы, как что-то с ними делать. Сказать, как говорил Зеленский, это больные люди, их ничего не исправят. Помню, было сказано, когда, вот, несколько месяцев назад, когда тоже по-гражданскому жестко очень ударили. Вот. Он сказал, что с ними будет жестко. Ну, и потом начали в России, там, интересные вещи происходить, которые вы за них не берете ответственность. Ну, понятно, что, как бы, не Санта-Клаус этим занимается и так далее. Вот. Ну, как бы, от безвыходности. Понятное дело, что никто не хотел бы, чтобы это происходило, но, вот, как бы, видите, Америка, как бы, ни слова тут не говорит. Какие-то там британцы, даже немцы, ни слова не говорят. Ну, все это прекрасно понимают. Вот. Вот. Поэтому, как бы, ну, все вокруг этого вертится. Знаете, я вот еще о чем подумал. Вы, среди прочего, писали о том, что, ну, вот, поздравляли Украину с тем, что был пробит такой стеклянный потолок по поводу F-16. И все понятно, да, это вот совершенно нового уровня вооружения. У нас, кстати, есть ощущение, что вот из-за того, что про F-16 так долго говорили, что вот сейчас уже это, ну, как такое рядовое событие могут воспринимать. Понятно, что это не совсем правда, мягко говоря. Но при этом мы помним, что с самого начала вторжения нам не давали много такого новейшего оружия, да. И, как бы, объяснений было несколько. Ну, во-первых, что, конечно же, мы проиграем. Помним, там, Киев за три дня. Помним звонок Байдена Зеленскому перед этим. И потом публикации, по-моему, это в Washington Post было, что, значит, Киев will be sacked. Ну, в смысле, что Киев, короче, падет, падет. Вот так, вот такое было. Ну, и второе, чтобы не попало это все, конечно, в руки россиян. Это же по-прежнему актуально, так ли это? Это не новейшее оружие, 16-50 лет уже, больше. Это даже не новое оружие. Это не новейшее оружие. Вы просто переходите в советские системы. Просто советские системы, они вторичны западным. Они просто плохие. Понятно, что, ну, это очень сложный дискурс, на самом деле, потому что вы не можете говорить, да, советские системы плохи, при этом у вас артиллеристы вооружены гвоздиками. Они из этих гвоздиков выжимают максимально все возможности. Вы скажете, ну, это советская фигня, как бы. Вот эти получили краба польского, да, там получили какие-нибудь, не знаю, там, панзергаубицы немецкие. А этим гвоздикам, ну, это как бы советская фигня, вот воюйте на ней. Понятное дело, что Россия, у них все строится вокруг советского наследия, ну, и все, что сейчас это русское, плюс всякие там какие-нибудь, не знаю, северные Кореи и Китая, да, они на эти вещи опираются, они, им приходится постоянно себе придумывать. Это не скопировано, это не украдено. Все приходят к одним и тем же инженерным решениям. Здесь вот, да, этот самолет был как бы хуже, но у него были какие-то уникальные эти, да, как они там, советские самолеты, там, сверхманевренный, как-нибудь, да, там, изменяемый вектор тяги. Какие-то такие, ну, постоянно нужно придумать какие-то себе оправдашки такие, ну, чтобы, ну, потому что любой инженер грамотный, объективный, который беспристрастно возьмет просто западные машины и советские, он скажет, западные лучше, намного. Они шли в авангарде, Советский Союз копировал и шел, как бы, в хвосте плелся. Именно поэтому и Иран, и Китай пытаются копировать западное. Западное, ну, в том числе израильское, как они Алмаз копировали, например, ну, а у нас свой Алмаз, это Spike скопировали эти иранцы. Они пытаются копировать западные системы, они равняются там на Кобры вертолеты, да, на те ШФ-16, на всякие ПТРК западные, на западные системы, РЭБ, всевозможные какие-нибудь те или иные, там, вообще, ну, системы поиска наблюдения, сенсоры, так что называется. На них, ни на российские, ни на советские, они не говорят, вот, там, советская школа была какая-то крутая, советский Союз развалился, но там был какой-то уникальный вектор, возьмем его, будем развивать. Нет, такого нет, потому что не было никакого уникального вектора, все копировало западное. Это, кстати, дискусс не только с вами сложный, вы знаете, кстати, в странах НАТО некоторых до сих пор эксплуатируют советские виды вооружений, там немножко так с издевкой, там, короче, как-то были учения, господи, уже кто это, поляки, что ли, ну, короче, где-то где-то эти гвоздики стоят до сих пор, то есть гвоздики, саушки на вооружении страны НАТО. И там было, как вот, ну, фоточки-то, все, и НАТО пишет вот там то-то-то, вот, смотрите, как эти наши артиллеристы до сверхточных, цитата, на сверхточных, как бы, гвоздиках там показали мастерс-гострельбу. Любому поняту, что они не сверхточные. Это, как бы, самая ирония была, как бы, мы, к сожалению, эксплуатируем, например, и гвоздики, давайте немножко посмеемся, как бы, над этим. То есть, как бы, как бы, НАТО, как бы, сама над собой рофлит, как бы, пардон, вот. Потому что любому, опять же, дваконатному человеку понятно, что, как бы, нельзя сравнивать с АУ, эти, западные, как бы, советские, например, и так далее. Вот. У вас в особенности дискурс критичен и сложен, потому что у вас война такого масштаба, что все нужно, в том числе кустарные вещи. Ну, FPV-дроны, как кустарная, как бы, мера появилась. Да, очень крутая, прорывная, но как кустарная. Поэтому у вас какой-нибудь РССО самодельный на пикапе? Да, работает, да, нужно. Ну, то есть, войне такого масштаба нужно все. Помните, я рассказывал много раз, Израиль в начале своего существования использовал там эти ракеты-волк самодельный, арбузные бомбы, там, и так далее. Нет хорошей жизни. То есть, если израиль предложили бери ракеты-бузные бомбы или современную артиллерию, он будет забрать современную артиллерию. Ну, просто не было возможности выбирать. Когда израиль затрофеял Т-55, Т-54, он поставил все их на вооружение, да, там, в резерв. Вот. Но потом быстро снял, как только была возможность заменить, как только начали там Миркову производить танки, и так далее, и так далее. Их сняли, отдали там этим друзьям, там, армию Южного Ливана, например, Т-55 отдавали, там, и так далее. Или переделывали во что-то. Ну, там, бронетранспортеры тяжелые. Но брали их и как танки изначально, тоже нет хорошей жизни, потому что, ну, выбирать не приходилось. Вот. Так вот, вкратце, все советское, оно вторично, поэтому F-16, несмотря на то, что самолет не новый и не новейший, тем более, конечно же, вот, он просто хороший. Это хороший боевой самолет, один из лучших в мире, как рабочая лошадка. То есть, если вы смотрите какую-нибудь авиационную платформу для насыщения своих воздушных сил, чтобы это было, ну, качественно, хорошо, и вы могли решать боевые задачи, F-16. Я, знаете, переформулирую вопрос. То есть, если, ну, вот, скажем так, тот факт, что нам не дают новейшее, ну, вот, есть что-то такое, ну, предположим, ему там 10 лет. Ну, то есть, это не новейшее-новейшее, но, тем не менее, не экспериментальное. Означает ли это, что нам недостаточно доверяют, в нас недостаточно уверены? Как это объяснить? Я не знаю, причины очень разные, на самом деле. Тут надо каждую страну смотреть отдельно. То есть, Финляндию смотреть отдельно, Великобританию отдельно, США отдельно. Про США я много раз вам говорил. Они выкладываются только, если видят какие-то, ну, возможности, да, они видят, если вы плывете с завязанными руками, и когда вам еще по голове бьют, и вам удается плыть, они будут больше помогать, больше вкладываться, больше давать всякого и так далее. Если они видят, что вы тонете и заглебываетесь, они скажут, ну, и фиг с вами. Они так со всеми поступают. Когда увидели, что Афганистану ничего не получается в национальном управительстве, они просто бросили. Ну, просто бросили, в прямом смысле слова. На произвол судьбу их там, вон, резали, из самолетов люди выпрыгивали и так далее, падали. Вот. Кстати, там до сих пор чистки, они там выискивают офицеров, всяких этих национального правительства, талибы чистят, убивают и так далее, казнят. Просто бросили. Вот. В Великобритании немножко другое. Франция тоже другое, да. Мы видим, как первые, например, кто начали поставлять вам там танки, это французы и колесные танки, так называемые. Ну, и потом британцы, ну, полноценные танки поставили и так далее. Вот. Мы видим, как немцы очень сильно упирались с танками. Ну, когда мы видели, что американцы как бы дали добро, они сразу и Леопард-2, и Леопард-1, и Леопард-1 уже там много поставили. И как-то, знаете, вот помните, есть этот дискурс о эскалации, о том, что вот, нет, танки никогда не поедут, мы не хотим, чтобы немецкие танки снова воевали против русских. Танки с немецкими крестами на украинской земле, да-да. Да-да-да, это реально буквально кто-то, кто-то, помню, Шольц, но кто-то говорил из там их, а может ли Шольц, кстати, иди знай, я не помню. Ну, такой дискусс просто был. И где-то сейчас все. Сейчас вот пакеты немецкой помощи, там просто написано, еще 10 танков. И все такие, ну, танки-танк, фиг с ним, кого вы решили удивить, как бы, танком, типа. Да еще какой-нибудь Panzer I, как его, не Panzer, господи, Леопард. Леопард I, вот, ну, господи, кого вы решили этим удивить, как бы. Вот, поэтому нужно, конечно, страну отдельно рассматривать. Европа, мне кажется, до сих пор в шоке в каком-то. Они все прекрасно понимают, они хотят, они увеличивают, наращивают возможности. Много помощи вам идет от некоторых стран европейских, прямо очень много идет. То есть, а американцы нет, они американцы по-прежнему в режиме танца, да, они смотрят, как вы плывете сейчас. Вот вам развязали пару пальцев на одну из рук, вот, разрешили, они смотрят, как вы плывете дальше. Что вы делаете? Какие трюки вы показываете? Им это важно. Будете показывать крутые трюки, вам будет еще больше помощи. Не будете показывать трюки, не будет помощи. Вот. К сожалению, это так. Ну, так работает вот наш мир, и так работает взаимоотношение с американцами. Ну, я не могу, конечно, не поговорить о том, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит непосредственно с Израилем. Видели новости, в том числе от израильских медиа, от американских медиа, что вот Иран может нанести удар по Израилю 5 августа. 5 августа – это сегодня. Опять же, все это ответ на то, что был ликвидирован глава политбюро Хамас Исмаил. Ну, хания, правильно, да, я, кажется, ставлю ударение. Короче говоря. Да-да, хания. Какие настроения в Израиле по этому поводу? Ну, знаете, когда пишут, что ну вот точно будет нанесен удар, и это неминуемо интересно, как на это реагирует, конечно, Израиль. Ну, люди ждут. Ну, просто, знаете, всегда страшно, когда первый раз, второй раз уже не так страшно. Ну, то есть и про гражданских говорю, а не про военных. Военных все это так понятно было. Ну, гражданские ждали тогда, когда в апреле была атака. Вот. Ну, Иран тогда атаковал, дронно массировано. Ну, понятно, что они родят. Новые ракеты крылатые, новые дроны, новые баллистические ракеты. Это будут те же самые баллистические ракеты, если что. Вот. Сколько, знаете, боятся, на самом деле, в том числе руководство израильское, опасаются, боятся, не совсем подходят, опасаются войны, сколько это, не самим Ираном, вот. А с Хизбаллой, потому что это прям под боком у тебя. Потому что они в Хайфу могут накрыть всем подряд. Если не все ракеты иранские долетают из Ирана, им еще нужно прилететь, еще нужно долететь. То Хизбаллой у тебя прям под боком, ну, под носом фактически. И она просто гипернасыщена ракетами. Очень много ракет. И они просто все могут выпустить, ну, просто максимально массированная. Железный купол не справится, ни что не справится, как бы, ну, полностью. Ну, то есть, любая ПВО пробивается. И это, ну, густонаселенная застройка. Вот. Знаете, вот, в Израиле есть город, там, на севере, как раз Хайфа. Там есть крает. Крает, кстати, с иврита, это эти, вот, окраины. Вот. Кстати, этот вот искариот, христианцы, да, искариот, это с окраин буквально. Вот. Так вот, из-за того, что территория-то как крохотная, эти окраины срослись с Хайфа, это как один город. То есть, если вы карту откроете, это все как один город. Ну, то есть, нет открытых пространств, все переплетено. И если туда посыпятся, ракеты попадают. Особенно в ФАТХ-110, эти ракеты, где полтонны взрывчатки, боеголовка. Ну, то есть, как бы, ну, не украинцы рассказывают что-то такое, украинцы хорошо знают, как бы, комбинированные ракетные атаки по городам, по мирным жителям и так далее. Вы прекрасно это принимаете и знаете. Вот. То есть, ну, если уж, как бы, говорить, чего ждут, ну, то опасаются вот этого, да, не самого Ирана. С Ираном понятно, что они хотят максимально все-таки сбежать прямой войны. Иран воевал один раз только в последнее время, это с Ираком, и воевал довольно плохенько. Такое, я не толкаю, у них было. Поэтому потом он поменял свою стратегию, вот, воевать с помощью прокси. Мы не будем своей армией воевать, будут воевать всевозможные милиции, ополчения, группировки, всевозможные, короче, кучу ДНРов, ЛНРов, создать целую кучу вот ДНРов, ЛНРов, огромное количество повсюду, и воевать ими, только ими. И создать отдельную вторую армию, вот эту, да, корпус стражей исламской революции, да и внутри нее специальные силы КУДС, которые будут этим всем заниматься, вооружать, вот, обучать и так далее, и так далее. Это удобно, вот. Во-первых, ни твои граждане гибнут, твоя армия не задействована, всегда можно дать заднюю, и всегда можно сказать, это какие-то повстанцы, которые там борются за свободу, за освобождение Иерусалима, за свободу палестинцев, против притеснения, за триумф революции. Короче, всегда можно какую-то придумать вывеску, да, там, после сопротивления и так далее, и так далее. Вот, ну и людей легко мобилизовать, потому что, ну, одно дело, когда тебе там деньги предлагают в России, да, там пойти умирать, другое дело, когда тебе говорят, иди там за великую идею какой-нибудь умереть, вот, особенно если ты в нищете живешь, ну, на Ближнем Востоке, как бы, уровень жизни не очень высокий. Да-да, уничтожать сионистов. Да-да, уничтожать сионистов и так далее, ну, а, как бы, идти громить евреев, ну, всегда хлебом не корми, во все времена-то, как бы, найдутся желающие, как это называется, вот. Вот, поэтому, когда говорят, что вот Иран вот прямо прямо спит и видит, как ему напрямую воевать с Израилем, как он в апреле нанес удар, это, ну, не неверно. Они все-таки хотят максимально как-то ответить, но все-таки ответить так, чтобы все-таки они не напрямую были, вот. А если напрямую, то как бы так, чтобы можно было, как всегда, съехать с темы и сказать, ну, как тогда в апреле, вот, мы нанесли мощный удар, вот, все, они получили свое, это место за генералами и так далее, и так далее. Ну, тогда же, понимаете, все-таки генерала, что иранского убили уровня Сулеймани, ну, например, такого топового уровня. А здесь, как бы, речь идет о Хани, да, Хания, Хамас, уважаемый гость, да, позорно, вот у них там. Но все-таки, как бы, это заграничный гость, это них. И даже не шиит, кстати. Вот. Тут, как бы, не само Хани им жалко, а сам факт того, что в Тегеране такое смогли провернуть. То есть, как их разведка и как их службы смогли это пропустить. Там же, при любой версии, ракета, маленькая ракета, взрывчатка, которая была, да, внутри там и так далее. Ну, взрывчатка самая дикая версия, за два месяца заложенная, конечно. Да, да, в охраняемом объекте и так далее. Ну, короче, ну, просто при любом раскладе, это показывает в том, что просто страшнейшие дыры. И, вы же понимаете, как бы, что это означает? Означает о том, что если, например, президент, или там, ну, верховный, да, там, рахбар, да, верховный, как бы, там, этот вот, их лидер, решает отдать приказ. Нанести какой-то там скрушительный удар не по пустырям, а прямо по Тель-Авиву. А где гарантия, что за несколько месяцев у него в офисе не заложена взрывчатка? И когда он начнет отдавать этот приказ, кто-то нажмет эту кнопку. Понимаете, там уровень паранойи. Они в несколько десятков человек уже себя там арестовали, в том числе из высшего звена. Уровень паранойи, когда тебя на суперохраняемом объекте. Одно дело, если бы Ханью там где-нибудь грохнули ракеты в машине, когда он ехал. Другое дело, если бы он где-то там был в каком-нибудь транзитном, да. А тут охраняемый объект. Отдельный, специально. Более того, им предлагали же ему, предложили в гостинице, где другие были там гости. А он специально поехал, говорит, нет, я поеду туда, где охраняемый объект. Там ничего не произойдет. Там как бы КСИР охраняет и так далее. Вот. То есть, вот это самое главное. И это то, что как бы их напрягает. Они смерть самих они. Ну, они их они. Один ушел, другой пришел там и так далее. Но при этом, слушайте, информация появляется о том, что российские грузовые самолеты в Иран прилетают один за другим. Опять же, как это? Мы, с одной стороны, вроде бы не знаем, привозят или увозят. А вообще-то, ну, логика такая, что могут и делать и то, и другое. Да, что-то привозить, что-то увозить. И, опять же, была информация о том, что Хуси там помогали, продолжает помогать Россия. Информация. Да-да, в июле должны были вроде ракеты передать. Непонятно, вроде не передали. Непонятно. Опять же, мы не можем это проверить. Но вот тот факт, что вот так вот в открытую играет Россия, что это меняет для Израиля, скажем так? Я не дипломат. Это на уровне дипломатии. И для меня понятно, да, и моим товарищам, там числе израильским военным, что Россия – это враг для нас, вот. Она несет ответственность, в том числе, за много чего, того, что случилось. И, кстати, до 7 октября, ну, и конкретно 7 октября, и после него, нам это все очевидно понятно, что это меняет на уровне, там, самом высоком, дипломатическом, это пусть дипломаты отвечают, или политологи израильские, не знаю, какие-нибудь, или журналисты, там, военные. А Услендер, когда у вас в гостях, может у него спросить. Вот он политические кросс темы больше освещает и так далее, вот. Я думаю, он сразу все расскажет. Я не хочу эту тему трогать. Вот. Но для меня очевидно, что Россия – это враги, и для моих коллег тоже, израильских военных, в том числе, кстати, евроязычных. Вы знаете, кстати, до 7 октября был один израильский такой, как это назвать, господи, ну, военобозреватель, назовем это так. Такой, ну, значимый. Вот. И он в целом к российско-украинской войне относился нейтрально абсолютно. Ну, типа, ну, кто-то воюет. Ну, одни славяне воюют с другими славянами. Нет, то какое дело, как израильтянину. Он коренной израильтянин. Вот. А после 7 октября он так лайтово, очень в легкую, но на вашей стороне. Ну, то есть, как бы, он переживает вам и не переживает русским. И хочет, чтобы у вас было все хорошо. Более того, считать, что если где-то там всплывет информация, что где-то там вот русские прямо передали напрямую оружие для атаки на Израиль, ну, это и так понятно, но когда всплывет. Он как-то написал у себя даже на еврите такое говорит. Я за то, чтобы мы взяли свое израильское оружие и передали украинцам. Не потому что ему так за украинцев, у него душа, а потому что как раз вот симметричный ответ. Ну, то есть, я к тому, что, как бы, всем понятно, даже таким людям, которые были, казалось бы, в нейтральном таком положении, что Россия – это враг. И Россия, она антиизраильская. Вот. И она строит косты и так далее. Что там на уровне, как бы, Натаньяу, вот, министров и так далее, это не ко мне уж. Да, понятно. Да, Натаньягу надеялся, что Трамп победит, и у него там свои проблемы. Короче говоря, да, это с политологами будем говорить. Но опять, видели же новость о том, что, кажется, Нью-Йорк Таймс об этом написали, что был разговор снова Натаньягу и Байдена. Ну, и вот Байден сказал, что, как бы, убийство Хании, Хании, простите, значит, произошло в неподходящий момент. Что вот это все осложнило, переговоры осложнило. С Хамасом, понятно, как разговаривать, учитывая, что, ну, вот, вот, дорогого гостя в Иране прибили. Иран, о, Иран, простите, Израиль не мог не ответить. Ответить на что? Ну, на что? На 7 октября говорили, что... Ну, как, ну, сам факт того, что война идет, ну... Не, я имею в виду как раз по поводу Хании. Ну, вот представить себе, что... Ну, я напомню, что Израиль не брал ответственности за Ханию, кстати, да. То, что нужно разделять. Ну, там, например, Шукра, которого уничтожили, второй номер в Хизбалле, тут Израиль официально заявил о ответственности в Ливане, да. С Ханией Израиль не брал ответственности, это же важный момент. Вот. То, что все лидеры Хамаса будут уничтожены, это заявлено было официально Роненбаром, начальником нашего СБУ Шабак, внутренняя охранка. Вот. Было заявлено публично открыто, что все они будут уничтожены. И, ну, как бы, сказано, сделано, действительно, больше половины списка уничтожено уже. Я, кстати, от себя добавлю, они все будут убиты. И всех уничтожат. Вот. Несложно представить, чтобы лидеров Хамаса оставили в живых. Ну, какие-то новые будут приходить и так далее. Ну, новые. Все эти будут уничтожены. При этом уже видели, опять же, на анонимных источниках ссылаются наши коллеги. По-моему, это Аль-Джазира. Опять, могу ошибаться. Уже сказали, кто-то в Хамасе начал говорить о том, что 7 октября это была стратегическая ошибка. Ну, действительно. Там анонимный источник, но если мы допускаем, что так, да, да. Кстати, не первый сигнал уже, когда о том, что они понимают, что они... Как в этом анекдоте, да, просчитался, но где? Ну, мы видели очень много разных конфигураций на Ближнем Востоке, да, как вот Израиль смог так или иначе договариваться со своими там даже заклятыми врагами. Последний вопрос сформулирую. Насколько, вероятно, большая война сейчас? Еще одна. Так война уже идет, не маленькая, вот. Вероятность растет. Ну, тем больше у нас, как бы, происходит та или иная, в той или иной степени эскалация глобально, вот. Плюс милитаризация, наращивание, как бы, каждое государство наращивает вооруженные силы. Знаете, это правило? Когда вы наращиваете вооруженные силы, для обороны, другое государство рассматривает это как, ну, возможность для агрессии возможной, тоже наращивать свои силы. В общем, в итоге это приводит к закономерному, как бы, столкновению, да, от этой или иной степени. Ограничено или полномасштабно. Ну, мы увидим все эти признаки. И наращивание сил, и эскалацию, и больше конфликтов происходит, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, да, как бы, просто общий градус растет. Вот, глобально Третья мировая идет, ну, просто в таком вот пока очагами, вот. Вероятно, в каком-то обозримом будущем эта Третья мировая сольется, ну, в какой-то единый, как бы, такой сценарий, как говорится, с Первой и Второй мировой. Опять же, я же тут не ошибаюсь. Ну, вот так интенсивно и долго Израиль давно не воевал, ну, вот как война в Газе. Нет, война, нет, нет, это не так. Война в Газе, это когда-то операция. Более того, она еще уже весной закончилась именно интенсивной частью, сейчас просто контртеррор. Ну, то есть Израиль контролирует центр и юг Газы, вот. Он заходит туда, куда хочет заходить, уничтожает туннель и проводит свои мероприятия, расширяет зоны, строит военные базы на этой территории. Как раз коридор над Царемией, филадофилийский коридор. Там это уже не война, это не надо назвать войной. Глобальная война идет с Ираном, такая холодная, горячая. И северный театр боевых действий. То есть все переживания, тревоги, какие-то вопросы, проблемы, все вокруг вертится Ирана и северного театра боевых действий. Не Газы с Хамасом. Это все пройденный этап, вот, это как бы все уже контртеррор просто, да, как в идее Самарии, то есть заниматься контртеррором, вот. А в плане долга, ну так война этого, за независимость шла как бы сколько, больше года, вот. Война на истощение Израильска шла несколько лет, сколько, три года она шла, шла, вот, там, вот, 67-го, когда, по 70-е примерно. Вот, нет, Израиль воевал долгий. Более того, в израильское понятие, как кампания между войнами, Мабам это называется, Марахабин и Мельхамот. Вот, то есть, когда у вас есть как бы одна большая война, вторая большая война, между ними нет мира, есть ограниченная война между ними, ограниченный там контртеррор, ограниченные операции, какие-то эти и так далее. Так это Израиль с 47-го года, по нынешнее время, доходит в таком состоянии перманентной войны. Поэтому, кстати, у нас и чрезвычайный режим ни разу не отменялся. И с Сирией у нас война 47-го года, ни разу не было мира подписано никогда Сирией, то есть, мы воюем с ними фактически и так далее. Ну, в состоянии имеется в виду. Ну, удары наносим, вот, они пытаются по нам, мы поносим, наносим по ними и так далее. Вот, просто интенсивность иногда всплескивается в большей интенсивности. Иногда это годами в таком тлеющем состоянии находится. Но не прекращается. Ну, будем смотреть, как ответит Иран. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Нагадаю, аудитория, израильские військовые глядачи Галилеевен был с нами на звязку. Специальный эфир на Радио НВ тревает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok